Временно доступен. Воронежские автомобилисты рады открытию движения под путепроводом на 9 января. 99 из 100 власти Воронежа похвалились высоким процентом выигрышных судебных дел у малого бизнеса. Лежит и плохо пахнет. Журналисты 41-й телеканала обнаружили незаконную свалку на улице Землячки, Воронежа. В области объявлен конкурс на самое красивое село. Эти и другие новости в программе «Воронеж. События. Факты» на 41-м канале в студии Лилия Анн. Здравствуйте! К событиям в регионе мы вернемся после краткого обзора основных новостей в России и мире. Все самое важное за 180 секунд. Международные новости. Встреча президентов России и США в Хельсинки, как и ожидалось, не привела к договоренностям, способным радикально улучшить отношения двух стран. Никаких сенсаций, никаких прорывов мы не получили, отметили эксперты по итогам саммита. Единственный вопрос, по которому прозвучала какая-то конкретика, это тема иранских формирований в Сирии. Но работа по ней велась еще до саммита. В частности, на встречах Путина с Нетаньяху и с арабским лидером, пишет РБК. В Бразилии зафиксирован рост детской смертности. Например, в 2016 году на тысячу новорожденных пришлось 14 смертей. Это почти на 5% превышает аналогичные показатели предыдущего года. Об этом говорится в распространенном Министерством здравоохранения докладе. Основными виновниками таких изменений, не наблюдавшихся с 1990 года, признанный экономический кризис, спровоцировавший падение уровня жизни населения, а также эпидемия вируса Зика и недостаточная вакцинация, пишет российская газета. Новости ближнего зарубежья. Власти Туркмении запретили продажу алкогольных напитков в столице страны Ашхабаде и областных административных центрах. Об этом сообщает местная служба радио «Свобода». Источники издания утверждают, что власти ведут работу по изъятию спиртных напитков с прилавках торговых точек. СМИ высказало предположение, что активизация борьбы с продажей алкоголя в стране началась после нескольких смертельных случаев отравления контрафактной продукцией. Сообщают, что в страну был ввезен метиловый спирт, который, возможно, использовали вместо этилового. Российские новости. Российское сообщество людей, живущих с ВИЧ, пожаловалось в Комитет ООН против пыток. Как пишет газета «Коммерсант», это произошло впервые. В тексте говорится, что пациенты с ВИЧ в России сталкиваются с отказами в необходимом лечении. Прежде всего, это касается тех, кто содержится под стражей или не имеет постоянной регистрации в том или ином городе. Авторы доклада указывают, что отказы, основанные на дискриминации, приводят к страданиям людей. Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии Андрея Попова, называющего себя богом Кузии. Попова признали виновным в создании религиозной организации, деятельность которой сопряжена с насилием и в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере. Всего злоумышленники похитили около 7,5 миллионов рублей, следует из приговора. Секта бога Кузии существовала с конца 1990-х годов. Активное расследование деятельности секты началось после того, как с разъяснительными по поводу ее деятельности в 2013 году выступила русская православная церковь, пишет издание «Медуза». Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземья» просят оказать помощь в поисках 40-летнего Алексея Беськаева. 9 июля он ушел из дома на улице Депутатская Воронежа. С тех пор о нем ничего не известно. Рост пропавшего мужчины – 175 сантиметров. Среднего телосложения – короткие темно-руссые волосы. Был одет в сине-зеленую майку, черные джинсы, черные туфли. Хромает на правую ногу. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, просьба сообщить по телефону 112 или 02. Одна обаятельная девушка сменит другую в кресле главного имиджмейкера мэра Воронежа. Руководитель управления информацией администрации города Ольга Извекова переходит на работу в областное правительство вслед за своим бывшим шефом Александром Гусевым. Госпожа Извекова назначена главой управления государственной службы и кадров правительства области. Об этом рассказала сама Извекова. На освободившееся место главы пресс-службы города приходит Светлана Трунова, которая занимала это кресло при мэре Сергея Калиухи. Новая рабочая неделя началась с хороших новостей для воронежских автомобилистов. Временно открылось движение под путепроводом на 9 января. Этим известием они с радостью делились в социальных сетях. Напомним, воронежцы из-за реконструкции путепровода стоят в пробках в часы пик на крестах уже около полутора лет. Почему неожиданно движение было открыто в нашем следующем сюжете. Вчера, 16 июля, впервые жители города, выезжая с утра на работу, не попали в пробку на пересечении улиц 9 января и Антонова Овсеенко. Иначе, как чудом, сами водители это не называют. Пробок не было ни в 7 утра, ни в 9, ни в 4 часа дня, когда наша съемочная группа снимала сюжет, несмотря на то, что на так называемых крестах количество дорожных полос было сокращено. Однако заторы на дорогах не везде удалось устранить. Автомобили на выезде с Антонова Овсеенко продолжали жить в пробках, а подъезд к улице 9 января стал еще более проблематичен. Из-за этого водители, игнорируя разметку, совершают маневры в неположенных местах, из-за чего заторы на дорогу становятся еще больше. Как мы сейчас можем наблюдать, на пересечении улиц 9 января и Антонова Овсеенко совершенно свободная дорога и нет никаких пробок. Однако же проезд на улицу Героев Сибирякова закрыт. И водители, в свою очередь, должны проехать огромную пробку для того, чтобы к ней подъехать. А для того, чтобы проехать на улицу 9 января, как говорят сами автомобилисты, нужно доехать чуть ли не до Придонского. Многокилометровая пробка временно исчезла из-за открытия движения под путепроводами по одной полосе в каждом направлении. Одновременно в связи с продолжающейся реконструкцией закрыто движение по участку автодороги вдоль жилищного комплекса резиденция. И так будет в течение трех с половиной недель. Напомним, воронежские автомобилисты уже полтора года терпят неудобства в связи с ремонтом путепровода. Горожане стоят в многокилометровых пробках с марта прошлого года. Недавно городские власти пообещали полностью открыть движение на этом участке до 1 сентября. Скорее всего, мэрия спешит сделать такой подарок городскому электорату к другой дате, к 9 сентября, на который намечены выборы губернатора. Василий Захаржевский, Алексей Безуглов, 41 канал. Журналисты с 41 телеканала обнаружили новую точку на карте воронежских неблагополучий. Незаконную свалку на улице Землячки, как всегда, указали наши телезрители. Единственное спасение от неприятного запаха – закрывать форточки. Как долго свалка будет отравлять жителей от рожки, узнаете из нашего следующего сюжета. В нашей стране находится более 31 миллиарда неутилизированного мусора. Ежегодно его количество увеличивается на 60 миллионов тонн. К сожалению, в России не знают, как правильно перерабатывать мусор. В этом вся проблема. Большие города и мегаполисы утопают в мусоре. Что делать с отходами – вопрос насущный. В нашей стране перерабатывается только 4% отходов мусора. Воронеж не стал исключением, и число незаконных свалок в регионе с каждым годом меньше не становится. Об одной из таких свалок и пойдет речь в нашем сюжете. Площадь этого незаконного мини-полигона – около 4 соток. Эта свалка существует уже три года. Недалеко от нее находятся несколько предприятий и строительные цеха. Представители этих организаций несколько раз жаловались экологам, но проблема до сих пор существует. Скорее всего, из-за жаркой погоды мусор стал самовозгораться и тлеть. Как следствие, дым источающий неприятный запах. Ежедневно сюда приезжают целые грузовики отходов. Сейчас завоз мусора на свалку запрещен. Территория огорожена ленточкой. Но, как удалось нам заметить, КамАЗы все же сюда приезжают. Правда, заметив нас, водитель предпочел быстро ретироваться. Наверное, когда идет самовозгорание, чувствуем. Ну, вообще-то, это, знаете, в определенные периоды бывает. Да. Там, допустим, когда жарко, там начинается процесс гниения. Вот. Ну, и, соответственно, ветерок дует, то тогда бывает. Любая свалка выделяет вредные токсины. Атмосферные осадки, проходя сквозь мусор, попадают в почву и загрязняют ее. Для использования по назначению такая земля становится непригодной. Особенно опасны пластиковые отходы. Их период разложения достигает 300 лет. Наказания за организацию несанкционированной свалки варьируются. Для юридических лиц это штраф от 100 до 450 тысяч рублей. Большинство европейских стран уже на законодательном уровне устраняют проблему со свалками. Для этого строятся мусороперерабатывающие и мусоросжигающие заводы. Полагается поощрение за добровольный сбор мусора в виде прибавки к зарплате. В Японии все отходы перерабатываются для вторичного использования. А энергию, получая от сжигания горючих отходов, направляют в том числе и на отопление цветочных теплиц. В России 90% бытовых отходов захораниваются. Сжигаются примерно 2%. Еще 8% используются повторно. И не всегда речь идет о переработке. В нашей стране мусорные проблемы было бы проще решить, если наше население хотя бы только сортировало мусор. Решится ли проблема хотя бы одной несанкционированной свалки в Воронеже, пока неизвестно. Мэр города Вадим Кстенин уже давал поручение препятствующей свалке новых бытовых отходов на этом месте. Будет ли, несмотря на это, свалка увеличиваться, покажет время. На очередном совещании в мэрии 16 июля чиновники отчитались об итогах работы по демонтажу незаконно установленных нестационарных торговых объектов. В настоящее время некоторые владельцы НТО не согласны с решением городской администрации, пытаются через суд восстановить торговую деятельность. Как не попасть в черный список таких объектов, выясняла наша съемочная группа. Сегодня представителям мелкой розничной торговли осуществлять свою деятельность можно только с разрешения местных властей. Указанные торговые точки должны значиться в схеме размещения нестационарных торговых объектов. Чтобы владелец НТО не переживал относительно сноса своего киоска, необходимо соблюдать определенные требования. У него должен быть договор с городом заключен. У него должен соответствовать внешний вид принятым требованиям. Есть ряд факторов, есть акт осмотра, который заполняется всеми членами комиссии. И на основании этого акта уже непосредственно либо продлевается, либо заключается договор. И предприниматель осуществляет дальше свою деятельность. Согласно статистике, с 2016 года решение судов в 99% выносится в пользу администрации города. В таких условиях доказывать свою правоту предпринимателям будет непросто. Единственное, что удается в этом случае, по мнению чиновников, просто потянуть время. На сегодня в суде рассматриваются около 50 таких дел. Если мы вышли на демонтаж или на снос, значит это 100% железобетон. Но у нас есть основания и закон о нашей стороне. Оснований для проигрыша на администрации города в суде нет. То есть мы их однозначно выиграем. Это просто затягивание. По информации Максима Ярового, в настоящее время в процессе демонтажа находятся 8 нестационарных торговых объектов. Относительно проблемный объект это Циолковского ярмарка. То есть в принципе там часть, скажем так, предпринимателей демонтировались в самостоятельном, в добровольном порядке. Часть осталась. У нас в график 338 объектов было внесено за первое полугодие, из которых 108 мы демонтировали. Вот на сегодняшний день у нас по информации на сегодняшний день в графике 180 осталось. У нас раньше, допустим, даже в том же 17-м году, вот в этот период времени, там порядка 600 объектов было в графике. Одной из проблем муниципалитета остается благоустройство территории после демонтажа НТО. По словам руководителя профильного управления, почти в половине случаев территория после сноса торговой точки остается неблагоустроенной. Решить эту проблему в кратчайшие сроки призвал глава города Вадим Кстенин. Все приоритетные места, которые требуют благоустройства, надо отработать в этом году. В следующем году закончить эту работу окончательно и бесповоротно. Другая тема, затронутая на планерке в мэрии, касалась благоустройства общественных пространств в рамках реализации муниципальной программы «Комфортная городская среда». Одним из значимых объектов, переустройство которого уже завершено, является бывший сквер Советский. Отныне Советская площадь является одним из востребованных мест горожан. Только на ее реконструкцию потребовалось более 200 миллионов рублей. Уже в этом году планируется начать реализацию двух объектов общественных пространств. Мы поступаем непосредственно к работам на улице Димитрово от кольца обл. ГАИ, от Обручево, до пересечения с Ленинским проспектом. И небольшое пространство около музея Арсенала, там где подпорные стенки, где терраса, такой маленький скверик находится. Сейчас он находится в неприглядном состоянии. Сделаем его небольшим, но приятным для отдыха граждан. На эти объекты из бюджета всех уровней предусмотрено около 100 миллионов рублей. В свою очередь, мэр Вадим Кстенин призвал чиновников при создании общественных пространств обязательно учитывать мнение самих воронежцев. Глава города также озвучил новое назначение в мэрии. Он представил первого заместителя главы администрации по стратегическому планированию, экономике и финансам Юрия Тимофеева вместо ушедшего Сергея Курила и руководителя контрольно-аналитического управления Александра Чернышева. Галина Жукова, Валерий Бобкин, 41 канал. Завершился прием заявок на участие в региональном этапе открытого публичного конкурса «Самое красивое село Воронежской области». Новоусманский район будет представлять поселок Шуберское. Что позволило этому муниципальному образованию выдвинуть в соискателей небольшой пригородный поселок, выясняли наши корреспонденты. Шуберское – небольшой пригородный поселок в Новоусманском районе. Живут здесь около двух с половиной тысяч человек. От Воронежа меньше десятка километров. Все взрослое население там и работает. Спальный район, так и говорят в администрации поселка. Я приехала в поселок около 35 лет тому назад и, честно говоря, сразу же влюбилась в этот поселок. Почему? Потому что на самом деле он необычайно красив. Он необычайно красив своей природой. То есть весь поселок окружает леса, стеной подступает. Он круглый год утопает, все лето утопает зелени. Своим названием поселок обязан инженеру Шуберскому, который в 19 веке построил здесь паровозный разъезд. 150 лет назад железная дорога прорезала Усланский бор и в местечке Волошино, так оно называлось, началась другая жизнь. Поселок развивающийся, меньше населения не становится, держится примерно на одном и том же уровне, прибавляется в год за счет миграции. То есть умерших больше, родившихся меньше. Но за счет миграции, естественный прирост где-то 10-12 человек в год. Людей сюда привлекает близость к региональному центру, хорошая инфраструктура и чистый воздух окрестного соснового бора. В Шуберском есть средняя школа, в которой учатся больше 200 ребят. Есть современный детский сад и спортивный комплекс. Ежегодно во время паводка поселок подтапливается. Он расположен в естественном понижении рельефа. Не стало исключением и весна этого года. Так все дома подтапливают, вот эти все дома, особенно вот эта страна. Все с асфальта, я в окно гляжу, как с асфальта пошла вода, прямо оттуда, и вся в мою колебку и под мой дом туда. И до самой Ленина прошла на ту улицу. Именно поэтому в Шуберском вдоль улиц можно увидеть водоотводные каналы, а поперек – мостики. Со стихией воды в поселке бороться еще не научились. А стихия огня нанесла местным жителям в 2010 году серьезный урон. Тогда сгорела часть домов, выгорел большой фрагмент леса. Дома построили новые, а вот на выгоревших пощадях теперь будут строиться многоквартирные дома, небольшой этажности и коттеджи. Нормально мы живем. Все у нас вроде бы, магазины есть, пенсии нам дают. Ну, а так, что можно в селе, в селе что можно еще сделать хорошего? Конечно, у нас, ну, вот что есть только магазины, а развлекательных тут для молодежи ничего нет. Молодежь. Мы сами ездили, вот мы уже были молодые, в Дубовку ездили, вот, рядом, там и Дом культуры был, и все. О пожарах 2010 года напоминает и новый храм – Неопалимая Купина. В этом монументальном сооружении воплотился замысел известного воронежского архитектора Николая Гуненкова. На улицах поселка в будний день тихо и пустынно, все на работе. А беседу готовы поддержать пенсионеры. 11 тысяч пенсии. Это у меня дочь, муж умер, а дочь инвалид первой группы, детство. Вот она получает 16 тысяч, вот мы живем. А так на 11, что бы я делала? В региональном этапе конкурса «Самое красивое село Воронежской области» поступили 32 заявки. До конца августа члены конкурсной комиссии побывают в селах, которые стали участниками регионального этапа. По итогам этих поездок будет сформирован список из семи населенных пунктов. Из них с помощью интернет-голосований и выберут самое красивое село нашего региона. Вячеслав Запорожец, Валерий Бобкин, 41 канал. А сейчас о погоде в Воронеже и области. МЧС распространило штормовое предупреждение. С 18 часов 17 июля до 18 часов 18 июля в отдельных районах Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление – очень сильные дожди. В среду 18 июля в регионе сохранится теплая и дождливая погода. Плюс 21 и осадки ожидаются в Брисоглебске, Бутурлиновке, Лисках, Острогорске и Павловске. До 22 градусов тепла поднимется столбик термометра в Боброве, Нижнедевицке, Росыше и Хохле. Плюс 23 и дожди в Богучаре, Рамуане и Семилуках. В Воронеже 18 июля 23 градуса тепла, небольшой дождь. Подует северо-западный ветер скоростью до 2 метров в секунду. В геомагнитном поле возможны и небольшие возмущения. В церковном календаре день посвящается памяти преподобного Афанасия Афонского, жившего в начале 10 века. По преданию, к инаку Афанасию, известному своим благочестием и длительными постами, несколько раз являлась сама Богородица. На Афанасия наши предки отмечали месяцев праздник. Вечером этого дня принято было выходить на улицу и наблюдать за Луной. Считалось, что от этого у человека прибавится сил. Кроме того, с Луной были связаны приметы на погоду и урожай. Если она играла в небе, меняла цвет, пряталась за облака, а потом вновь показывалась, следовало ждать хорошего урожая. И это все на сегодня. Сегодня ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406, пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41-го канала. Смотрите «Воронеж. События. Факты» на телеканале «Вместе» в 7.00, ровно в полдень, в 19.30 и в 20.30 по московскому времени. А также на нашем канале в интернете. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире 41-го. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин